Всем привет! Вы, как всегда, на канале Семьяных Симоданов. И мы, как всегда, в полном составе приглашаем вас в очень крутой выпуск. А это спойлер с нового выпуска, куда же мы заселимся и где кое-какое время поживем. Ребятки, ставьте лайкосики, пишите комментарии и... Погнали? Погнали, ребята! У нас все вещи собраны. Вчера постарались как следует. Готовим завтрак по-быстренькому, яйки. И отправляться будем грузить машину и в дальний путь. Не знаю, как так получается, но с каждым переездом все больше и больше вещей. В Вангкок прилетели с четырьмя рюкзаками и вот с этой сумкой. А дальше двигаемся. Жесть, конечно. Однозначно придется покупать большой чемодан. Ну, собственно, и все. Говорим этому виду пока, этой квартире пока. И отправляемся уже... В новую квартиру. В новую квартиру, правильно? И там отдельные бассейны. Кому интересно, мы в телеграм-канале написали, сколько за год раз за этот мы переехали. И это сейчас наш переезд будет тоже не последний. Обязательно перейдите в телегу и посмотрите. Найдите этот пост. Это число вас точно удивит. Вот кого интересует электричество, мы отдали за почти 500 киловатт 2360 бат. Вот столько у нас набежало за целый месяц. Пользовались, будь дорог. Так, вот ей все. 5 бат стоит половатт. Ну все, вот нагрузила свою женщину. Любит переезжать. Приехали спать в рюкзаках. Ну, а уезжаем. Дружки, фарши. Просто тут звезь какая-то. Ну вот так. Наша красотка нас ждет. Сейчас мы быстренько все откроем. И будем загружать. Все, собрались и выдвигаемся. Мы включаем драйв и погнали. Единственное, что мы хотим заехать, набрать сейчас разливную водичку. Вода готова. Что касается воды, на самом деле, это вот нас научила жизнь, путешествие. Что вода обязательно должна быть собой. Потому что, не дай бог, где-то встрять. Хотя бы, чтобы была вода. Смотрите, полный багажник. Все, друзья мои, поехали. Закрывайте. Маршрут у нас построен. Ехать нам 4 часа 45 минут по платным дорогам. 335 километров. В путь. Все, поехали. Естественно, мы сейчас посмотрим, как работают, значит, платные дороги. Когда я брал машину в аренду, мне сказали, что обязательно подъезжать на платных дорогах. Там есть шлагбаум, чтобы оплачивать кэшем. Если это не сделать, потом будешь в 10 раз больше платить, потому что карточки не пройдут через приложение. В общем, ладно, поехали. Посмотрим. Таиланд на машине. Путешествие на машине с детьми. Это наш новый сезон. Первая серия, первый выпуск, ребятки. Обязательно поддерживайте лайком. Пишите комментарии. Возможно, по пути сейчас что-то еще будем смотреть. Но изначально до Бангкока смотреть-то нечего. После Бангкока уже будет интересно. Мирошка, не надо, пожалуйста. Все, в путь. Настенка правильно подметила. День еще не успел начаться. А 6 тысяч уже потратили за это электричество. Я вот не знаю, напишите в комментариях, это вообще нормально или ненормальная вот такая цена за электричество. Потому что я, честно, не помню, чтобы мы что-то платили. Но здесь они обязательно об этом говорят. Вот, кстати, ДТП случилось. Нужно аккуратненько ездить. Лучше не спешить. Есть, кстати, по страховым тоже мне вчера в прокате сказали, что здесь не полицию вызываешь, а вызываешь страховщиков. Они здесь очень быстро работают, переезжают, сразу оформляют и разъезжаетесь. Но, надеюсь, мы это не будем проверять на практике. Не хотелось бы. Пока еще двигаемся по Паттайям. Сейчас будем здесь поворачивать направо и уходить как раз на платную дорогу, которая ведет в объезд, в объезд, в объезд. И, собственно, до Бангкока. Вот так вот. И потом будем... А, потом мы поедем вот через низ Бангкока. Прикольно. Мы выскочили на платную дорогу скоростную. Здесь можно ехать. Не знаю, с какой скоростью. Но можно ехать. Сейчас там будет пункт оплаты. Посмотрим, как все это дело работает. Вот такая здесь платная дорога. Вот, кстати, вот буквально сразу-то у нас и платник получается. Сейчас нужно, правда, понять, куда нам нужно подъезжать. Вот, видите, получается, вот эти без шлагбаумов. А вот окошко с шлагбаумом. Так. Сейчас посмотрим, как это будет работать и сколько это будет стоить. ЖИКС. Сколько? Здорово. Номер 4, тикет, да? А, тут нельзя? А, мне ези. А, М-пас? А, карт, мне туда. Окей. Блин, короче, заехал я не туда. Вот мне сейчас помогают выехать. Ёпарасите. Слушайте, ну вот наши платники, по крайней мере, как-то четко выделено там. Зеленое, желтое. Здесь вот это все вперемешку. Кобелей не хватает только их. А, вот, М-пас, М-пас. Так, вот, нам надо, видимо, в четвертое окошко. Что, уже приехали? Вон, как мне помогают бравенько люди. Видите? Чик, чик. Ага, вот, вот сюда. Спасибо большое. Вот так вот. Вот, а здесь будем сейчас как раз платить. Так, мне сразу выдают чек. How much? No ticket. А, no ticket. А, окей. Так, здесь получается, мне дали карту на въезде. И на выезде уже будем платить. Вот такая вот история. М-пас у них называется. Платная карточка, если идешь, ну, типа транспойнтер, да? Но это так ничем не выделено. Это просто синим шрифтом на белом фоне, что за кэш, что по этой карте. Блин, конечно, могли бы выделить. Ну, да ладно. Такое плотное движение, на самом деле, на платке. Я представляю, что творится сейчас не на платке. И светофоры там будем стоять. А здесь хоть как-то едем на самом деле. Движение от Шри-Ланки, конечно, очень сильно отличается. На самом деле здесь есть культура вождения. Здесь пропускают. Здесь включают поворотники. Здесь вот эта крайняя правая полоса, она скоростная. Ее вот мы едем. Ее используют исключительно для обгона. То есть на ней не просто никто не едет и не тупит. Вот он обогнал, хоп, перестроился. Догнал другую машину, хоп, перестроился. Я вот еду, наблюдаю, наблюдаю, что культура есть. Нет каких-то вот этих бибиканий беспонтовых, что все сигналят друг к другу. Вот как на Шри-Ланке, например, да? Нет вот этих бешеных автобусов. Не даю бог вообще встретиться с этим автобусом. Как они там, крызебазы. Ой, ну короче, здесь вообще по-другому. Здесь действительно уже все как у нас. Не знаю, давно ли так здесь стало. Первый раз, да, мы в Тае. Но тем не менее. Водить здесь машину комфортно. То есть вот если будете в Тае, можно смело брать. А лучше брать еще у тех ребят, у кого мы брали машину. Начал отворачивать. Навигатор говорит, поворачивайте налево. Хотя можно там двигаться по платнику. Так, и что, и куда здесь? Короче, что-то как-то сложно здесь у них на этих платниках ориентироваться. Так, ладно, сейчас будем стараться. Вот, видите, как бы нету никаких обозначений вообще у них. Где платно, где не платно. А, вот тут справа дорога была. Это вот по карточке. А нам, собственно, вот эта нужна. Ну, сейчас посмотрим. Получается, 40 бат нам этот участок вышел. Я не знаю. Мне кажется, адекватная очень цена на самом деле. Ехали мы долго, упорно, но зато весело, как и всегда. Мы настроили себе монитор в машине, подключили музыку, пели, танцевали, разные всякие песенки. Ну и про Макса, конечно, не забыли. И города, где Максу места нет. И если не найду пути обратно. Подъезжаем к Бангкоку. Сразу не воскребы. 65 бат. Ага. Спасибо. До свидания. До свидания. Ага. Двигаемся дальше. Заезжаешь и просто офигеваешь от них сразу развязок. Посмотрите, что происходит. Здесь вон меги, кеи и так далее. Тут вообще, тут развязки конкретные. Надеюсь, мы едем правильно. Надеюсь. Ну, у нас резко прибытия поменялось. 15.51. Ехали 3 часа 21 минуты. А, дольше, да? Ну, мы что-то не туда повернули, походу. Еще один платник. Получается, в самом городе куча платных дорог вообще, на самом деле. И вот непонятно, где правильно ехать, как правильно ехать. Да уж. Походу, 25 бат будет стоить. Да, 25 бат. Где? Какой же Бангкок красивый город. Вот вроде это мегаполис, он огромный, здоровый. Но и не поскребывают эти бетонные. Но, тем не менее, они так интересно сюда вписываются. Дай. Ага. Да, ну и, короче, сейчас пробки начинаются. И снова пункт оплаты, причем мы вообще просто протолкались, все красное. А опять мы платили. Здесь дали вот такой билет. Посмотрите, впереди у нас такой красивый мост. Мы его где-то видели на картинке, и по ходу дела мы прям по нему сейчас будем ехать. Невероятно. Вот что значит увидеть на картинке и потом увидеть. Мы не выдержали и сделали остановку. Наши внутренние баки полные. Нужно срочно сливать серую воду. Вот засранцы, где мы закрыли. Так. И заодно пойдем кушать. Вот тут вот есть Магдак кое-как. На него завернули вообще. Я говорю, извините. Ладно, пойдемте кушать. Здесь, кстати, в этом Макдаке есть еще рис. Можно разный заказать. И что удивилось, здесь наггинсы тоже острые в регенде. Обычные вроде есть, но только в специальном наборе, который мы купили. Все, мы заказали, ждем. Нам подошла девушка, ну, чтобы кэшем оплатить. И помогла нам сэкономить 200 бат. Нам набила наборы по нашему ассортименту. И получилось экономить 200 бат. Вот это классно. Вот это я поймаю сервис, да? Нам уже принесли напитки. В парне все такую красоту заказали. А у нас кофеек взбодрится. Не-не-не, другой стороны. Да, вот так вот. Кринс, Роджин. По стариночке, как я люблю говорить, сытый, довольный. Отправляемся дальше. А после сытого обеда, конечно же, всех раскумарило. И я один наслаждался стройкой автобана, рисовыми полями. Потому что все спали. Я никому не мешал, пока не увидел. Наконец-то у нас началась природа. Посмотрите, горы такие интересные вообще. У нас наконец-то на табличке появился город Хуахин. Сюда и отворачиваем. Да-да-да, ребятки, мы едем именно в Хуахин. Не знаю, насколько мы там задержимся. В следующем выпуске расскажем. Выбрали вообще этот город, потому что неочевидный. Потому что нам тоже зрители наши даже написали, типа, вы попробуйте в Хуахин. Мы начали гуглить про него и поняли, что... О, почему бы и нет? Поэтому едем, так сказать, на разведку. Правильно, Настя? Да. Я все правильно сказал? А по сценарию? Да, оставлю. У нас там слева море. По идее-то все. Мы вот въезжаем в Хуахин. Шаам-бич. Вот сюда вот налево. Мы сколько ехали, столько билборда. Видели, что там классные пляжи, все дела. Здесь вообще любит отдыхать королевская семья. Я так понял, что у них здесь а-ля дача, назовем это так. И многие местные обрадовались этому поводу. Потому что, естественно, сразу здесь Хуахин развился. Здесь любят отдыхать местные. Ну, на самом деле, у нас будет определенное количество времени, чтобы посмотреть этот город, все, что есть в округе, посмотреть на пляжи и так далее, и так далее, и так далее. Ну, как говорится, так же будем изучать, как потаем. У нас тут остался бензинчика, два отделения. И вот я решил, что нужно заправиться. Правда, какой бензин? Я не помню, что это 91 или 95. 91-95, типа. Сейчас посмотрим. Hello. Так. Петрол, 91, петрол, 98. Петрол. Какой-то такой. Фулк. Фулк, окей. Решили залить полный бак. Что-то, короче, я не знаю, правда, сколько стоит. Сейчас глянем. Заливаем на шелле. Ага, how much? А, фулк. Ага, не успею. Окей. 30, почти 34 бада стоит литр. Так, сейчас посмотрим. Прям сказал полный бак. Посмотрим, сколько выйдет. Ну, на самом деле, вот уже почти все. Не-не, Мироша, сюда нельзя. На все, не надо, чтобы сюда машина заведенная. Все, полный бак. У нас вышло, получается, 20... Ну, 24 литра. Ёбарасатэ, я вообще не понимаю, эти малолитражные машины. Я привык к большим бакам. 100 литров прям заправился один раз. И хорошо. А тут получается 23. Ну, пусть у меня еще 10. Где-то литров 35 получается здесь бак. Обалдеть. Ну, собственно, все. А то я и то думаю. Едем на машине и не заправимся, что ли? Мари, мари. О, нифига себе. А сейчас сзади нас еще такое. Какого он года? 60-го, наверное. Вот это да. Первое, что бросается здесь в глаза, так это тук-туки. Вот, пожалуйста, раз тук-тук, два тук-тук. Последний раз тук-туки мы видели в столице, в Бангкоке. Собственно, на них и ездили. В Паттайе вообще нет тук-туков. Там вот эти вот местные маршрутки. А тук-туков нет. А здесь, не знаю, сколько их, но два тук-тука. А мы уже точно увидели. А три уже тут. А, ты увидел третий. Вот, Родик увидел третий. Чувака сбили, прикиньте. А тебе сбили машину? Машина, ага. И уехали в кухон. Ну, и машина поехала сразу. Прямо у тебя на глазах он кукрыкнулся. Ну, вот я не пойму, он его зацепил? Чуваки такие в шоке-то. Или... Нормально, да. Пацан, он сразу не догоняет. Да. Жестко. Ну, да. Вот мы приехали. Судя по... Стилю здания, отельчик у нас будет... Ну, как отельчик, квартира, видимо, в отеле, не знаю. Будет прикольная, но посмотрим. Здесь, кстати, можно смело было взять Теслу и заряжаться, прям стоять возле дома, было бы прям супер. Какой здесь красивый ресепшен, но нам не туда. Вот сюда, да? Туалет. А, окей. А, окей. Фух. Короче, пока доберешься, пока найдешь, пока туда-сюда, ничего не понятно. Мы нашли, куда нам заселяться. Это был какой-то целый квест на самом деле. Все, ребята, мы заселились. Это наше... Ой, короче, жилье по счету. Зайдите в телеграм-канал. Там мы сделали об этом пост. Будем отдыхать. В следующем выпуске уже непосредственно будет ближайший здесь пляж, какие-то магазины, обзор этого роскошного комплекса. Все будет в следующем выпуске, ребята. Такие интересные коридоры длиннющие. Здесь очень много квартир на этаже. Все под видеонаблюдением. Это значит, мы в полной безопасности. Но комплекс вообще шикарный. Вот они лифты. Нам надо к Нисар там ехать. Вот тут виднеется еще один бассейн, но покажу чуть позже. Вот такие здесь лифты. Раз, табличка, зеркало. Они высокие. Два кнопки. Здесь охрана в первом месте, потом охрана во втором месте. Вот мы выходим. Здесь почтовые всякие, как они, проли ячейки. Здесь, видите, такой зал. Вот они, бассейки идут. Там на нулевом этаже, получается, здесь. Такая чел-зона. Здесь можно просто посидеть. Какой, знаете, коворкинг. Стримы здесь можно делать. Сюда посылки доставляют. Так. Нам сюда, тем, вот кнопочка для выхода, пожалуйста. Выходим. Выходи, тема. Здесь паркинг. Я сейчас попробую, чтобы нас сюда запустили на машине. Ну, супер. Пять минут. Договорился насчет парковки. Хотя, на самом деле, здесь вот парковки-то, в принципе, много. Но я хочу, чтобы машину было видно из окошка. Это прям... Ладно, сейчас подъедем. Ну вот, с парковкой у меня вроде получилось. И вроде не выгоняют. На, держи, тема, свою сумку. Сейчас, темка, быстро вещи затарим. Вот был бы у нас один чемодан, то... Был бы один чемодан и буквально два рюкзака, наверное. Или вообще один. Уже спока все перетаскаешь. Первым делом сразу моем ананасики. Ананасики. Две штучки. Это покупали в Патрии на рыночке. Трубус пропустил. Обязательно посмотрите. И греймфруктик. Сейчас мы это дело все... Намоем-помоем, быстренько перекусим. И будем думать дальше, куда нам деваться и что нам делать. Ну, налетайте, парни. Мирошка, бери скорее. Ты чего расстроился-то? Потому что у меня стучат. Садись, бери и кушай. Садись, да? Как красиво здесь вечером. Все эти пальмы, подсвечки. Точнее, это даже не пальмы, просто какие-то деревья. Два бассейна. Посмотрите. Вот один. Вот второй. Там вот какая-то чуалт-зона. Сейчас ходим, посмотрим. Выглядит, конечно, потрясающе. Надо... Ну вот, зона сюда можно прийти. Вам, пожалуйста, с компьютером. Барные такие стойки, посидеть, чай, кофе попить. Это еще лифты. Клево, парни? Клево. Это мы спускаемся как раз вот в зону бассейна. Он лестница отсылечивается. И еще у нас в комплексе, получается, есть достаточно большой тренажерный зал. Как же вечером здесь смотрится все красиво. Это отельный корпус. Вот. Но я так понимаю, что нам всей инфраструктурой можно пользоваться. И можно пользоваться бассейном на крыше. Какая цветная машина такси. Ёлка новогодняя. Какая здесь красота новогодняя. Все так украшено. Такие вон столики. Можно посидеть. О, вот так вот будет лучше видно. Да, красиво. Это получается вот это место. Ну, типа а-ля отельная такая территория. Но нам тоже можно здесь ходить. Да, Родик? Здесь вот на первом этаже получается лобби и детский клуб. Здесь кафе. Сейчас посмотрим. А дальше вот пул и фитнес-бар. Посмотрим, как выглядит. Ой, ну кафе, конечно, да. Роскошное, красивое. Здесь, видимо, шведский стол, что ли. Так, здесь сразу находит такое красивое оформление. Да, пойдем, пойдем, пойдем. Да, ну здесь, слушайте, здесь прям клево. Ну, понятное дело, правила поведения. Вот он. Басик, здесь можно спокойненько вот так вот сесть, посидеть. Смотрите, как классно. Ну, и, конечно же, покупаться с таким видом. Ну, клево. Родик, завтра придем, ладно? И все это бассейн попробовали. Ну, супер. Вот прям вот так почилить можно. Вау. Слушайте, ну очень и очень клево. Да, у нас вот тут, получается, море. Ну, клево. И вот, да, фитнес-зал. Здесь туалеты. Можно взять полотенце себе. Ну, очень, 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 очень достойно, я вам скажу, ребята. Это маленький. У нас, конечно, да, большой. Вот можно брать водичку, пожалуйста. Супер. И здесь, собственно, бар. Можно заказывать себе какие-то коктейльчики. Капунка. Да, слушайте, здорово вот это вот получается. Дальше корпуса идут. Ну, и, конечно, какой потрясающий холл, да? Вообще, тут такая елочка красивая. Ну, очень круто. Поэтому, ребятки, лайвите ром-тур. Итак, мы заходим и сразу попадаем в такую красивую, уютную кухню. Так, смотрите. Здесь стоит у нас комод, стол, еще какие-то шкафчики. Туда-сюда. Так, ну, в общем, это шкафчики. Все как обычно. Точечные светильники. Микроволновка. Электрическая плитка. Дальше у нас здесь что? Посуда. Здесь у нас что? Соковыжималка. Это у нас вытяжка. О, зашумело, понятно. Так, посуда, все хорошо. Здесь у нас раковина. Достаточно большой. Оп, холодильник, где нас ждет сразу сходу холодная водичка. Это, кстати, очень хорошо. Спасибо этим людям. И огромная морозильная камера. Дальше у нас такая комната. А, кстати, вот у нас есть вешалка. Там пахнет все, и я и так там... Да, здорово. Двухъярусная кровать для детей. Видимо, это мой рабочий стол. Здесь у нас диванчик. Здесь балкончик. Здесь у нас большой телевизор. Это какие-то еще шкафчики. Так, у нас балкон. Выход сюда на парковку. Но балкон небольшой. Здесь просто стиральная машина и сушилка. Но давайте... Давайте выйдем, да? Коль рум-тур делаем. Вот, пожалуйста. Да, это стиральная машина. Сюда нужно попробовать машину загнать. Вот тут у нас море. Это у нас дворы. Здесь у нас первый бассейн. Сейчас будем осматривать. Здесь их несколько. Это все подъездные группы. Потрясающе, конечно. Так, и идем дальше во вторую комнатку. По сути, это студия. Просто грамотные перегородки здесь есть. Здесь одна кровать, а-ля панорамное остекление, сейф, большой шкаф. Все очень аккуратненько, красиво. Пацаны, это вам эти... Как он? Господи, Человек-паук. Постельное белье. Вот здесь всякие светильники. Кондиционер один, кондиционер второй. Здесь, кстати, вот, пожалуйста, есть перегородка между комнатами. И душевая комната. Большая, кстати, кабина. Достаточно клевая сантехника. Туалет. Такой формы прикольной картины. Зеркало с подсветкой. Здесь у нас розетки. Ну и, собственно, кран. Здорово, классно. Как вам? Пишите комментарии, ребятки. Мне кажется, очень неплохо. Яркая, хорошая такая квартира, как мы любим в цветах. Мы в ней остановились на неделю. Если получится, будем продлевать. Потому что комплекс вообще роскошный. Вы сами видели. Тоже вам его показали. Ну, как тебе, Настенка, что скажешь? Два стула обеденных. Да, два стула, вам еще два. Да. Что скажешь? Не, ну классно, очень стильно. Видно, что маленько... Что сдается, видно? Моментами какими-то. Ну, понятное дело. А так, в целом, конечно, все аккуратненько. Современненько. Все есть. Ну и на этой, ребятки, прекрасные нотки на нашем заселении. Будем с вами прощаться. Такой у нас выпуск получился. Как вам? Пишите в комментариях. До нового выпуска. Пока. Перед нас так случают. Аааа! Ааа! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!